Привет всем! Да, я тоже не планировал, что между, получается, второй частью и, таким образом, третьей частью сюжета об этом железе пройдет столько времени. Но у меня были определенные обстоятельства, надо, наверное, объяснить. Вот в течение всего прошлого года я снимал видео в определенном интерьере, который многим, наверное, уже запомнился. И, тем не менее, по рабочим задачам у меня возникла необходимость сменить локацию, и того помещения в моем распоряжении больше нет. Плохое или хорошее, оно было, по сути, единственное, в котором я более или менее что-то мог снимать. Во всех остальных местах у меня или слишком шумно, или слишком темно, и так далее, и так далее. Поэтому эта, третья часть железного детектива на салфетке, выходит вот в этом интерьере, который многим уже знаком. Это мой музей. Но это все что угодно. Это склад, это может быть небольшая скромная выставка, но только не место, где можно экспериментировать с компьютерами. Все, что я здесь снимал до сих пор, не требовало ничего включать в розетку. Здесь для этого ничего не было готово. Здесь даже монитора не было долгое время, и у меня ушло очень много времени в абсолютном смысле. Хотя в относительном совсем немного, потому что не так много времени я мог посвятить этой подготовке. Но, тем не менее, да, вот ушел фактический месяц для того, чтобы можно было здесь что-то включить, запустить и посмотреть. Тем не менее, мы к этому, слава богу, пришли. Это место, конечно, тоже далеко не идеально здесь и шумно. Здесь кругом всякие мастерские и прочее по соседству. Поэтому, ну, ладно, кто приходит за моими... Вернее, в мои видео за хорошей картинкой или уж тем более хорошим звуком, приходят точно не по адресу. У меня никогда не будет ни одного, ни другого. Тем не менее, я надеюсь, что хотя бы контент сам по себе достаточно любопытен хоть кому-нибудь, кроме меня. И нас, таких любопытных людей, не отвлекают от сути всякие ненужные шумы и прочие помехи. Давайте вернемся к сути. Итак, в прошлом видео нам удалось запустить эту машину и удалось, в общем, убедиться, что она работает, потому что в биосе мы увидели соответствующие надписи. То есть, какой-то вообще экран появился. Это хорошо. Но я уткнулся в очень глупое препятствие. Я не мог нажать F1 на клавиатуре, чтобы пропустить ошибку биоса, просто потому что клавиатура не работала. Я подозревал, что дело может быть в том, что вообще-то разъем клавиатуры на этой штуке предназначен для использования с разветвителем. То есть, туда включается фактически два PS-пополамных разъема, один клавиатура, другой мышь. Но, во-первых, когда используются такие раздельные PS-пополамные универсальные разъемы, они обычно красятся в два цвета. В сиреневый и в зеленый. То есть, под клавиатуру и под мышь. Если они не универсальны, они либо красятся в тот цвет, для чего они предназначены. И в этом случае, ну, фиолетовый скорее, да, фиолетовый это клавиатура, зеленый это мышь. Либо они делаются серые, и тогда гадай как хочешь. Здесь разъем однозначно фиолетовый. То есть, все указывает на то, что по всем стандартам это разъем только для клавиатуры. И даже если он поддерживает разветвитель PS2, то во всяком случае его индикация говорит о том, что он и без него может работать с одним из этих устройств. И скорее всего, даже если только с клавиатурой, нам было бы этого достаточно. Но люди, у которых есть опыт использования промышленных ПК, подсказали, что вообще говоря, нет, не работает эта штука без разветвителя. Я это еще не проверял, но так или иначе это странно, потому что при такой маркировке оно должно работать с клавиатурой просто так. Но через пару мгновений мы это выясним, потому что у меня есть посылка от замечательного человека по имени Евгений из города Нягонь Тюменской области. И сейчас мы вскроем эту посылку, и в ней нас должно ждать то, что решит нашу проблему. Когда посылка запакована, я обычно не знаю с чего начинать. Моя вечная проблема с посылками. Кажется, мне удалось. Да, коробочка открылась. Давайте посмотрим на нее поближе. Во-первых, Евгений прислал мне дополнительный вычислительный модуль. Многие говорят о том, что вообще говоря, эти промышленные ПК раскрываются по полной программе именно тогда, когда работают все-таки с несколькими вычислительными модулями. Иногда, ну, в противном случае это просто самый обычный комп и ничего тут такого в общем нет. У нас есть второй, но я пока не совсем понимаю, как это вообще концептуально работает и взаимодействует. Но это мы разберемся. Сама плата, правда, немножко пугающе выглядит. Вот здесь однозначно вздутые конденсаторы. Здесь тоже однозначно вздутые конденсаторы. И здесь немножко. Но посмотрим. Может быть оно и работает. Так или иначе, для меня это сейчас не самый главный элемент этой посылки. А самое главное, это как раз шурушки, которые здесь есть. И вот это, собственно, главный предмет спора. Как видите, он запакован. Судя по всему, конкретно этот никогда не использовался. Давайте его немножечко подвскроем. И вот о чем, собственно, была речь все это время. То есть, такой вот переходничок, он включается в этот самый разъем. И после этого выдает нам два точно таких же разъема, в которые уже включается клавиатура и мышь. Здесь даже нарисовано, не знаю, видно ли вам будет при таком освещении. Но вот здесь нарисована клавиатура, а здесь нарисована мышь. Так что вполне понятно, как этот разветритель работает. Интересно будет посмотреть, в этом ли было дело. А еще в этой посылочке есть множество других интересных элементов. Здесь, например, есть USB-разъемы, которые как раз подключаются к этим самым портам, нестандартным на этом вычислительном модуле, что позволяет все-таки подключить сюда уже USB-шные более современные устройства. И это теоретически тоже должно решать эту же самую проблему. Мы просто можем использовать не PS-ную клавиатуру. Но это, наверное, не сразу. Также здесь есть ком и, видимо, LPT. Но не знаю, может, это и не LPT, может, это просто 25-пиновый ком. Так тоже бывает. Еще один ком-порт. Еще комплект USB. Переходничок. Сейчас сходу не скажу, о чем он. И еще одна возможность питать процессор от обычных Molex-ов блока питания. Плюс несколько ИД-ешек. Также здесь есть пояснение по джамперам и разъемам этой новой платы. Так что, думаю, это может пригодиться. Хотя, в общем, я и так разобрался. А это, очевидно, набор драйверов и утилит для этой штуки. Я так понимаю, что все-таки речь идет про второй вычислительный модуль, а не про этот. Они немного разные, даже сильно разные, пожалуй. Но посмотрим. Это может быть очень полезно. Начнем наш эксперимент. Ну, на этом этапе то, что нам нужно сделать, вполне понятно и предсказуемо. Нам нужно взять переходник, воткнуть его вместо клавиатуры вот сюда. Скорее даже вот так. Найти тот коннектор, на котором нарисована клавиатура. Это вот этот коннектор. И воткнуть сюда клавиатуру. Все, в общем, предельно просто. Сделали. Теперь запускаем эту штуку. Надеюсь, она все еще работает. Она пережила не самую простую транспортировку. Втыкаем. Гудит. Если нам повезет, сейчас мы увидим изображение на экране. И оно есть. Более или менее сейчас все выглядит так же, как выглядело до сих пор. Все запустилось, все хорошо. И до E-драйвов нет. Ошибка floppy диска. Кмостчик сам error, потому что, конечно, батарейка давно мертва. Нажмите F1 для продолжения. Нажимаем F1. И ничего не происходит. Та же самая ситуация. То есть, на самом деле, разъем подключен. Все верно. Подключена клавиатура. Все в нужные порты. Все правильно. Но не работает. Так что я подозреваю, что я был совершенно прав насчет того, что можно воткнуть клавиатуру непосредственно в этот порт. Но она все равно не работает. И дело тут не в переходнике. А просто... Просто порт, видимо, неисправен. Или типа того. Попробуем способ с USB. Но в способе с USB я не уверен априори. Потому что это все-таки Pentium 3. И в те прекрасные времена клавиатуре в биосе, подключенные по USB, не работали, даже если все было исправно. Но мы попробуем. Почему бы нам не попробовать? Нам нужно воткнуть этот разъем вот сюда. Тут бы еще не ошибиться с направлением. Но, по-моему, здесь достаточно однозначно все сделано. Чтобы нельзя было все перепутать, втыкаем USB. Подключаем USB к клавиатуру. Таким образом. И пытаемся снова запустить компьютер. Должно работать. Ну, то есть, должно работать чисто электрически. А там посмотрим. Не понял. Только что моргнула клавиатура. Клавиатура моргнула. Такого не было раньше. Хм. Интересно. Намлок не включается. Намлок не включается. Но моргание клавиатуры кое-что все-таки обычно значит. А вот здесь намлок работает. А вот здесь нет. И F1 здесь не работает. А здесь работает. Черт побери. На этом, в принципе, разбирательство с PS-ной клавиатурой можно, в принципе, завершить. Потому что какая бы причина ни была, это не так интересно. А вот то, что работает USB клавиатура, это прекрасно. Диск будет фейлер. Естественно, системного диска нет. Но это мы исправим через секунду. И это уже кое-что. Я думаю, что этот промышленный ПК будет работать. Ну, давайте проведем быстрый и простой тест, что называется, на дурачка. У меня есть переходничок. Да, я его уже показывал не раз. Сюда вставлена компакт флеш-карта. Там стоит операционная система. Там DOS. И, причем, это, по-моему, системный диск Windows 98. Но, тем не менее, это DOS. И ничего не настраивало. Я, кстати, а кто у него первый IDE? Вот это должен быть первый IDE. Поставим его. Ну, вдруг оно просто заработает. Потому что, на самом деле, шанс-то есть. Невелик, но есть. Воткнем. Воткнем. Может быть, если... Да нет, вроде правильно. Все втыкаем. Дедулек, заводись. И вдруг оно просто загрузится. Хотя, по-моему, в прошлый раз я втыкал уже этот IDE переходничок. И этот BIOS его не понял. Но это мы сейчас быстренько посмотрим. Потому что теперь у нас есть клавиатура, и мы можем на что-нибудь доповлиять. Процесс определения жестких дисков на этот раз существенно более медленный. Но это еще не гарантия успеха. Это вообще не гарантия ничего. Но, тем не менее, да, он что-то там задумался. Да, он ничего не смог определить, к сожалению. Даже если мы сейчас зайдем в BIOS. Ну да, автодетект не дал ничего. Не видит эта штука этот переходник совсем. Но это не беда. У нас есть бесконечное количество разных всяких жестких дисков под рукой. Чего-чего в музее этого добра достаточно. Чувствую себя человеком, попавшим на необитаемый остров. Такие вот смены локаций довольно сильно ударяют по техническому оснащению. И я вынужден использовать не то, что лучше подойдет, а то, что есть под рукой. Из того, что я нарыл, у меня оказалась следующая довольно странная композиция. Во-первых, я думаю использовать вот этот жесткий диск. Это 80-гиговый и DE жесткий диск из ноутбука, который... Собственно, я его достал из ноутбука Acer, про который у меня было несколько видео. Одно из них даже на английском, потому что приходилось обращаться к англоговорящим людям. Это было видео, которое называлось «Загадка ноутбука Acer», которое, в общем, было о том, что почему-то со сгоревшим северным мостом... Нет, да, это бы вообще не работало. Нет, со сгоревшим южным мостом клавиатура не работала ни в какой операционной системе, кроме FreeBSD. Ну, в общем, ладно. Я думаю, многие это видео помнят. Если не помните, оно легко находится в интернете. Тем не менее, это тот самый жесткий диск, на который я в свое время установил FreeDOS, и на который я поставил драйвер клавиатуры в обход SuperIO от Jolica. Спасибо, Jolica, еще раз. Это многое прояснило тогда. Это тот самый диск, и тут все еще стоит этот FreeDOS, и все еще грузится этот драйвер. Но я надеюсь, что это нам не помешает. Я просто думаю начать эксперименты с чего попроще. То есть, например, загрузить DOS. У меня есть ровно один IDE-шлейф по-другой. Тот самый, который я только что достал из посылки. И на улице активно начали ездить туда-сюда и что-то пилить соседи, поэтому стало чуть шумней. Да. Еще у меня есть IDE-шный же DVD-RV. Ну, потому что был бы сидером, я использовал бы сидером, но на безрыбье, как говорится, и рак рыбы. Это хорошо. Еще у меня есть вот такой вот переходничок. Тоже, к счастью, оказался здесь. Просто сюда переехало далеко не все, что у меня было на прошлой моей съемочной точке. И приходится удовольствоваться тем, что есть. Это переходник, который превращает обычный широкий IDE 40-пиновый и обычное моликсовое питание в коннектор для ноутбучных жестких дисков. То, что нам сейчас и понадобится. Я думаю, что это будет самая лучшая комбинация, потому что фридос имеет драйвера для сидерома. Обычный доз не увидел бы сидером, а переписать сейчас на этот диск сюда я просто ничего не смогу. А это просто голый фридос, и мне нужен доступ до сидерома. И все это подключить, ну, это можно сделать одним IDE-шлейфом, к счастью. У меня их сотня, наверное, но вот здесь только один из посылки. Поэтому поставим сюда сидюк, поставим сюда жесткий диск. Не самое лучшее сочетание, но никак удобнее я это все здесь не составлю. Подключим IDE-шлейф к нашему пику 650-му. Подключим CD-ROM. Тоже, наверное, не очень правильно подключать его первым, учитывая, что он слейф. Но какая в данном случае разница. И подключим жесткий диск. Теперь надо все это запитать электричеством. Тут как раз удобно, есть два молекса. Это сюда. Это сюда. Так, оно здесь еще и перевернутое. Ну, ладно. Собрали, подключили. Снова запускаем блок питания. Перемычка уже там. Все просто стартует. И сейчас нужно увидеть что-нибудь на экране еще раз. Я все жду, когда это все-таки однажды не включится. Оно так трещит, бедно е. Ну, да ладно. Нам однозначно нужно зайти в BIOS, потому что нужно сказать, чтобы эта штука понимала USB-шную клавиатуру как клавиатуру. Иначе DOS вообще не поймет, что у нас есть клавиатура. Поэтому надо выбрать USB-кейберд-саппорт и поставить его в Enabled. Еще надо поменять батарейку на этой штуке, потому что эти сеттингсы сохраняются до первого отключения питания. Ну, да ладно. Сейчас нам этого будет вполне достаточно. Если это все правильно подключено, если я правильно помню, что там есть, то мы сейчас должны попасть во FreeDOS, который должен увидеть CD-ROM. Диски, которые я записывал для десятка своих предыдущих видео, они все у меня здесь. Поэтому на дисках у меня есть все, что надо. Обнаружился DVD-ROM OptiArc. Естественно, также обнаружен жесткий диск. Это хорошо. Все работает. Ошибка только в том, что нет в флопе дисковода. Его тоже можно было в био сейчас отключить, но я этого не сделал. Нажимаем F1. И... И... Хотелось бы увидеть загрузку FreeDOS. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, давай. Ты же обнаружил диск. Вот, это хорошо. F-DOS. Да. Ввод с клавиатуры USB-шной работает. FreeDOS with GMMX. No EMS. Да. Максимальное количество памяти. Все загрузилось. Все есть. Вам, наверное, на этом расстоянии уже монитор не очень хорошо видно. Starting Experimental Driver. Евгений Горностаев, АК Джолик. Все на месте. И диск D. Есть. DIR говорит, что привод не готов. Аборт, аборт, аборт. Хорошо. Можно вставить диск. У меня тут довольно существенная библиотека. Куча всяких компактов. И я думаю, многие из вас знают, что первым делом я попробую сделать на этом ожившем. А может быть и нет. А может быть и нет. 95-я винда. Я думаю, мы до этого дойдем. Надо не забывать, что это все-таки видео на салфетке. Я сейчас не буду делать все. Я хочу просто, так сказать, концептуально доказать, что эта штука работает. Ну нет, все-таки я останусь уверен в себе. И, естественно, первым я попробую то, что первым я пробую всегда. Я вот только не могу найти, где же у меня диск, на котором это все есть. Да, наверное, вот этот диск вполне подошел бы. Ну, впрочем, для верности я возьму вот этот диск. Оп, все на место. Открывайся. Вставляйся. Я еще не пробовал это делать мимо камеры, поэтому у меня реально нет никаких гарантий. Я надеюсь, что это получится. Еще я надеюсь, что я в следующий раз как-нибудь поудобнее себе все это расположу, а то сидеть на картах как-то не очень. Да, есть контакт. Остаюсь верен себе, что я еще могу сказать. Вот только вопрос. Скорее всего, там настроен сейчас Sound Blaster, и он не запустится просто потому, что нет звуковой карты. Странно, что он так долго грузится. Это все-таки Pentium 3. О чем тут можно так долго думать? А может быть, он уже завис? Да нет, вроде грузится. Ну, как-то действительно уж очень медленно. Doom 2. Конечно, без звука, но Doom 2. Эта железка столько времени пролежала без дела. И вот она уже играет в Doom. Это лучшее для чего может быть сделан компьютер. Все работает, все хорошо. Все хорошо. А это значит, что впереди у нас винда. Наверное, где 95-ая, а все-таки 98-ая. И куча-куча PCI-девайсов, одновременно работающих со всей этой инфраструктурой. Кстати, об инфраструктуре. Я вот еще тут подумал. Даже если каким-то образом эти две разных процессорных платы могут работать одновременно, хотя это Pentium 3, а та вторая, это Pentium 4, я точно не знаю, но по форме под кулер я определяю, что это сокет 478. Даже если бы они как-то могли взаимодействовать, здесь физически недостаточно места, чтобы можно было одновременно воткнуть обе эти платы. Поэтому это мы точно не проверим. Никак нельзя воткнуть эти две платы так, чтобы они расположились рядом, потому что здесь всего два слота подключения таких вот процессорных карт, и они будут друг другу однозначно мешать. Так что это мы не проверим. Но по очереди потестируем обязательно. И я думаю, что впереди у нас 98-я винда, впереди у нас еще много разных интересных тестов. Возможно, даже мы попробуем Linux и так далее, но для видео на салфетке мы и так уже сильно задержались. Тем не менее, для меня это видео было нужно даже не для того, чтобы действительно протестировать работу этой штуки, а больше мне хотелось протестировать, могу ли я вообще в этом месте снимать подобное видео. Потому что на самом деле впереди никакой перспективы. Либо я ничего больше не снимаю в ближайшие полгода-год, либо все-таки находятся способы. Кажется, он нашелся. Так что, надеюсь, следующее видео я не заставлю вас сдать целый месяц. А пока что это все. Мы запустили. Впереди эксперименты. До новых встреч. Пока.